Привет, просветители! А давно мы как-то с вами о высшем образовании и жизни студентов не говорили? Всё школа, бредовые высказывания очередного чиновника или специалиста широкого профиля. Очень широкого. Не волнуйтесь, свою порцию трэша вы сегодня получите. Сполна. И вот как раз открываю ленту новостей. Студентов очистили за лайк. Вот это я называю профессиональный кликбейт, подумал я. Читаю статью, а это не кликбейт. Это просто реальность, в которой мы живём. Как говорится, welcome. Уважаемый мир, можно слегка притормозить? Я не успеваю за подобной скоростью. Я ещё от повышения Милонова не отошёл. А тут такое. Интересен даже не сам прецедент. Тут за лайки отчисляют. Я вам ещё сегодня расскажу, как за репосты штрафы выписывают. Кнопочка поделиться внизу. Сколько комментариев вуза. И когда отходишь от первоначального шока, повторю, тут за лайки отчисляют. Кто это? Ну кто это пришёл в ролики сниматься? Начинаешь понимать. А всё, в общем-то, к этому и ушло. И вот эта мысль уже по-настоящему пугает. С чего всё началось? Под каким же злосчастным постом этот лайк поставили? Призывы к государственному перевороту. Не иначе. Не, всё гораздо хуже. Официальный аккаунт школы телевидения Останкина разместил пост с напоминанием об оплате. И вот комментарий одной из студенток. Интересная ситуация. Мы платим, а занятия не проводятся. Хотя большинство людей работают до 4-го числа на удалёнке. У моей группы пропадает в этом месте три занятия. Вопрос. За что мы платим немаленькие деньги? Делайте тогда каникулы по оплате обучения, раз вы не можете проводить занятия удалённо. Несколько человек претензию поддержало. Не, не пошли с вилами в деканат. Лайк поставили. И дальше одна из революционерок. Я даже не знаю, какое ещё слово подобрать. Хотя у нас сейчас всех экстремистами и инагентами величают. Получает в инстаграме вот такое письмо счастья. А помните, как раньше было просто? Перешли это сообщение 10 людям. Добрый день. Вам закрыт доступ в школу. Вы не сможете больше обучаться. Добрый день. На каком основании? За что? Нет причины продолжать обучение там, где вас что-то не устраивает. Это что за отрыжка сознания? Или всё же кусок текста? Если тебя что-то не устраивает, молчи в тряпочку или беги выпучив глаза в другую сторону? Отличный совет будущему журналисту. А потом мы удивляемся, что у нас на ТВ творится. Спойлер. Ничего хорошего. А может быть, если складывается конфликтная ситуация, её нужно попытаться разрешить? Ну, знаете, как взрослые люди. Как люди, обладающие правом голоса. Я понимаю, для многих высказываний недовольства практически равно госизмене. Вы думаете, как я на финансирование госдеп попал? Что-то не нравится в стране? Топай на запад. А куда показывать-то? Где запад? Здесь, слава богу, не эмигрировать предложили, а просто из вуза попросили. Большое человеческое спасибо. В начале 2021 года исследовательский центр «Суперджоб» изучил мнение российских выпускников. Результаты опроса показали, что только 43% вчерашних одиннадцатиклассников собираются в этом году стать студентами, против 80% в 2010 году. Всё больше старшеклассников и их родителей понимают. Заветная корочка – далеко не всегда путь в светлое будущее. Ведь в настоящее время без портфолио опыта устроиться на хорошую работу, подчеркнем прилагательное, хорошую, практически нереально. Но сейчас появилась возможность не только получить профессию, и при этом не абы какую, а в сфере IT. Мы с вами уже неоднократно говорили о плюсах этого направления. Но и параллельно пройти практику и создать портфолио прямо в процессе обучения. У SkyPro, онлайн-университета навыков и профессий от Skyeng, специализирующегося на востребованных IT-профессиях, есть курс «Инженер по тестированию». Кто это и чем занимается? Перед тем, как новое приложение или сайт попадет к пользователю, нужно убедиться, что все работает хорошо, нет ошибок и уязвимостей. Это как раз и делает «Инженер по тестированию». По сути, все счастье пользователя держится на нем, и ему за это неплохо платят. Стать инженером можно за 9 месяцев, тратя всего по 4 часа в неделю. При этом учиться можно из любой точки мира и в удобное время. У SkyPro есть мобильное приложение, а значит учиться выполнять задания можно прямо в дороге. И самое главное, чтобы стать тестировщиком, не обязательно быть гением, знать математику или уметь программировать. Эту профессию может освоить каждый. Вы не только получите нужные знания, вас поддержат на всем пути обучения. Ну и кроме того, специалисты SkyPro помогут подготовиться к трудоустройству. Ну и небольшой бонус. За лайк вас никто не отчислит. Как показывают последние события, это важно. Переходите по ссылке в описании, чтобы успеть записаться на поток. И по промокоду ОСТАПОВ получить скидку 10%. Торопитесь, пока есть такая возможность. Потом цены изменятся. Мы просто реально переживаем из-за пропущенных занятий. И у нас возникло недопонимание. Думали, вы сможете ответить на этот вопрос. Ничего против самой школы не имеем. Спасибо, но увы. В смысле увы? Девушка что, закон нарушила? Вы с преступником-рецидивистом, пытающимся нажалость надавить, общаетесь? Это исключительно организационный вопрос. Претензий к качеству обучения нет. Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о школе. О школе, которая старается делать для вас максимум из возможного и невозможного. Это мерзко. Возможно, комментарий был резким. Но назвать его абсолютно отвратительным очень сложно. Никто никого не оскорблял, на личности не переходил. Человек просто выразил обеспокоенность. Интересно, а будущих телевизионщиков точно готовят современные люди? Ну, которые хоть раз в интернет заходили. Просто, если это абсолютно отвратительно, я даже боюсь представить, как бы они отреагировали на некоторые комментарии под моими роликами. Ах, экстремизм. А еще больше, больше точек. Сначала четыре, потом пять. Ну, что провинившаяся оценила всю силу слова мерзко. Комментарий оставила девушка, у которой нет даже аватарки. Воу-воу-воу. А вот это уже полностью меняет ситуацию. Ну, раз аватарки не было. Не, без аватарки это не дело. Инкогнито другими словами. Которая написала, если не можете обеспечить онлайн занятие, мы можем обеспечить онлайн занятие. Это не сложно. Но мы написали, что все занятия будут восполнены в самое ближайшее время. Очно. Нет слов, насколько противно порой смотреть на это. Да, на подобную расстановку знаков припинания мне тоже. Официальный аккаунт. Русский язык со стоповым. Зато теперь, наверное, не противно смотреть на всю эту ситуацию. На минутку включу педагога. Бывших учителей не бывает. Школьники, студенты, в принципе обучающиеся, порой ведут себя не так, как нам бы хотелось. Иногда даже лайки под мерзкими постами оставляют. И у преподавателя есть выбор. Опуститься до этого же уровня. Тоже кому-нибудь лайк влепить. Или все же вспомнить, что это у тебя есть высшее образование. И навыки общения. Но это, конечно, не та ситуация. Тут только отчисления. Вы сейчас смотрите со своей стороны. Посмотрите и с нашей тоже. Ничего отвратительного, а тем более оскорбительного там не было. Нам непонятно, что будет с оплатой. Для многих эти деньги не мелочь. Нет никакой конкретики. Я не понимаю, почему вы реагируете в такие штыки. Мы не принимаем штыки ничего. Вам урок. Хорошие у вас уроки. И конкурсы интересные. Вы никогда не сможете учиться в нашей школе. Вход в здание вам заблокирован. Мы вынуждены заблокировать вас и в нашем инстаграм. Не, ну в инстаграме-то за что? Как тебе лайки ставить? Насильственного комментария. Лайк это вы? Лайк? Или это вы пост разместили, нет? Пост не разместили. А кто? Я лайкнула комментарии. Кто разместил? Может быть, вы знаете? Откуда я знаю, кто разместил пост? А вдруг вы знаете? Я не знаю. Я поставила лайк на сообщение, которое я увидела, потому что девушка писала о том, что занятия не проводятся. Там сколько? Три или четыре занятия. У меня в группе такая же ситуация. Ну, три или четыре занятия у меня пропало в сентябре. Три или четыре занятия пропало в октябре. Я просто лайкнула, хотя в группе я написала о том, что, ребят, мы просто подойдем и все узнаем. И что теперь за лайки всех отчислять? Вы хотите себе такую репутацию, пожалуйста, вы ее получите. И, как оказалось, это была не пустая угроза. Теперь о школе Останкина говорят все. Вот я, например. Но, возможно, мы все просто попались на провокацию и никого за лайки не отчисляли. Да, конечно, про эту ситуацию уже даже охранник знает. Но, наверное, это другое. Давайте лучше обратимся к кому-нибудь авторитетному. Желательно в белых перчатках. Ну, за неимением белого пальто и перчатки подойдут. Размещая в соцсетях провокационные комментарии, некоторые студенты настолько недовольны указами президента Путина и мэра Москвы Собянина, что готовы оклеветать и высшую школу Останкина, которая просто соблюдает требования вышестоящих организаций. А, вот оно в чем дело. Девушки просто Путиным с Собяниным недовольны. Ну, я же говорил экстремистки. Выражая недовольство уходом нашей школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, наши бывшие и теперь уже студентки решили, что саботирование подобных антиковидных мер лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день. Уважаемые Тимченко Алиса и Тимирчиева Алина, вы отчислены из высшей школы Останкина. Теперь вы можете принимать решение самостоятельно, соблюдать указы мэра или нет. И, конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Инстаграм, ни лайки к этим постам, к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения. Странно. А в переписке никто про антиковидные меры не вспоминал. Только про мерзкие комментарии и лайки говорили. Высшая школа Останкина всегда отличалась неукоснительным соблюдением законодательства РФ. Ура? Наверное. В интернете порыв Елены как-то не очень оценили. Пришлось даже комментарии удалять. Но на это есть отличная причина. Вижу, что вы удаляете комментарии. А это значит, что причина не в антиковидных мерах. Причина в том, что пишут боты с закрытыми аккаунтами. А это называется провокация. Но аккаунты закрыты. То аватарок нет, то аккаунты закрыты. Где совесть-то? Если вы не студент, и уж тем более не учитесь в Останкина, вроде бы можно выдохнуть. Не торопитесь. Лучше побольше воздуха в легкие наберите. Он вам пригодится. Пока все с интересом следили за отчислением и за лайков, в Новосибирской области произошла не менее знаменательная ситуация. В Новосибирской области чиновники администрации и районный депутат подали иски к 60-летней пенсионерке. Она сделала репост себе на страничку ВК видео о плохом состоянии дорог в городе и проблемах с вывозом мусора. Интересно, что страшнее, лайк или репост? Если что, напоминаю обе кнопки внизу. Изначально чиновники хотели получить женщины по 400 и 300 тысяч. Но потом передумали и теперь требуют только 500 рублей. Редко такое бывает в моих роликах. А вот сегодня уже второй раз. Большое человеческое спасибо. Город Чулым. Зачем мы налоги платим? Дорог вообще нету. Засыпят щебенка, все поубивают. Кочка на кочке. Вот тут сейчас будет большая. Как раз в нее. Сейчас заеду. Вот она. Уважаемая администрация города Чулым. Пожалуйста, не подавайте на меня в суд. Плиз. Я понимаю, что это видео постанова. И дороги в вашем городе, как и в принципе во всех городах нашей страны, просто великолепны. Я всего лишь хотел показать, как эти бузатеры народом манипулируют. Мерзавцы. А вам в вашей отважной борьбе с пенсионеркой я желаю удачи, хорошего настроения. И что там дальше по списку? Сейчас, по идее, я должен попросить вас лайк поставить и поделиться этим роликом с друзьями. Но в данной ситуации скорее подойдет фраза «А вам слабо?»